Всем привет! Некоторое время назад мы начинали разговаривать об армии Петра Великого, а конкретно сегодня мы поговорим об обмундировании русской армии. И у нас в студии Борис Мигорский, он нам про все это и расскажет. Ситуация непростая, ни фотографий, ни детальных описаний. Если мы говорим о документах, то образцов и каких-то образцовых рисунков не было, правил ношения формы одежды не было. Отправлялись образцовые вещи, которые где-то на местах, копировали. Выкроек не сохранилось. Текстовых описаний детальных, к сожалению, не сохранилось. И здесь приходится вот из всех этих источников, которые каждый имеет свои ограничения, выбирать что-то и буквально по крупицам складывать этот образ Петровского солдата, который еще не был одинаковым за все эти 20 лет Северной войны. С одной стороны, да, реконструкция любая, будь то графическая или материальная, это дело непростое. С одной стороны, с другой стороны, вот на любые реплики, типа, вот на самом деле было вот так вот, или вот так вот быть не могло, вот все эти категорические реплики, на них всегда смотришь с подозрением, потому что... А какие ваши доказательства? Какие ваши доказательства? Конечно, беда какая-то полная, потому что когда пытаешься разобраться, но имея в виду, что все-таки это уже регулярная армия, сразу думаешь, что должен быть устав и правил ношения форм одежды, а их что-то и нету. А вот, да. Поэтому, ну, тем, собственно, интересная исследовательская задача сложить эту мозаику. Ну, и давайте уже наконец перейдем к непосредственно Петровскому мундиру, потому что мы до сих пор рассказывали... Сточниковедческие историографические части. Да, которая, на мой взгляд, очень важна, но тем не менее, давайте же посмотрим, как солдаты-то выглядели на самом деле. Так. Вот так вот солдаты выглядели. Это 699-700 год. Парад в Москве. Мы видим, что здесь солдаты одеты, ну, относительно по-восточноевропейски. Длиннополые кафтаны, суконные шапки с меховой опушкой, сапоги, сабли на боку. Ну, и вот только офицер перед строем, может быть, даже сам Петр, он уже одет в такой западноевропейского кроя кафтан. Что же это была за одежда в начале 18 века? Ну, и, собственно, тот мундир, в котором русская армия вошла в Северную войну. Это было платье восточноевропейского стиля. И называлось оно... В какой-то момент начало называться венгерским платьем. Ну, в целом, в России к началу Петровского царствования уже такой относительно традиционный русский костюм начал подвергаться влиянию польской моды. И вот очень характерный набор портретов представителей семейства Репниных также относится к этой преображенской серии Парсун. Даже атрибуция этих персоналей, она меняется периодически. Вот здесь мы видим трех персонажей, каждый одет в платье, которое отличается. И вот левая фигура явно в таком русском старом платье. Самый-самый длиннополый кафтан относительно прямого кроя. Сапоги с загнутыми носами. То есть, это вот такое русское платье на тот момент довольно архаичное уже в Петровское время. По правую руку мы видим персонажа в польском платье. Для него характерны такие рукава окороком, очень широкие в плече, сужающиеся к предплечью. Под ним жупан более короткие, чоботы красные. То есть, это вот такое польское платье, которое получило распространение и в России. И фигура центральная. Ее можно условно назвать фигурой, одетой по венгерской моде. Здесь больше всего шнуров нижний. Не знаю, можно это назвать ментиком, наверное. Довольно короткий предмет, застегнутый на большое количество пуговиц. В общем, вот так выглядело восточноевропейское платье. Либо русское, либо польское, либо венгерское. А вот когда говорят, что Петр Первый резко и гнусно перешел на западноевропейское платье, всем полы укоротил. Так, блин, мы же отлично знаем, что польское платье, в котором все ходили, начиная со времен Алексея Михайловича, там едва не поголовно, оно тоже было короткое. В чем была проблема? Ну, оно было, может быть, чуть короче, чем русское. Заметно, там у тебя до колена. Не в пол, а до колена. А при Петренове тоже было до колена. Да. Я вот просто когда начинал интересоваться вопросом еще в школе, ну понятно, что там сразу на уроке истории сказали, что вот Петр Первый нелепые все эти кафтаны укоротил, а бояре все были недовольны. И тут же нас повели в музей Суворова, где есть масса различных картинок. Я, конечно, сразу просил сосмотреть на этих недовольных бояр. Во-первых, я обнаружил, что они все в точно таких же костюмах, как те, в которые их якобы переодели. Ну, и уж потом, когда я обнаружил, какое количество бритых физиономий изображено во время правления Алексея Михайловича вообще без борода с одними вирусами, я уж как-то вообще думаю, блин, что-то там про Петра не заговаривают. Или пытаются надуть. Ну, да, очевидно, что влияние иностранного костюма... Ну, для нас Польша – это Запад, как-никак. Вот западные веяния в костюме, они были, в общем, вполне себе и до Петра. Поэтому солдаты были одеты... Ну, и в какой-то момент было принято решение, что всех одеваем в венгерское платье. Как оно выглядело, мы достоверно, к сожалению, не знаем. Ну, потому что да, это все равно боярские какие-то вещи. Единственный источник – это уже упоминавшийся устав Адама Вейда. Ну, не устав в прямом смысле слова. Это документ, который был поднесен офицером приобретенского полка, майором Адамом Вейда, который путешествовал по Европе, списал там какие-то лучшие практики по обучению пехоты, снабдил это печатными картинками, откуда они появились, где их рисовали и гривировали, к сожалению, неизвестно. Потому что текст... Я листал эту книжку в отделе рукописи Академии наук. Текст рукописный, картинки печатные. Откуда? Кто? Непонятно. Но можно предположить, что это солдаты, наверное, выборных полков, о которых мы рассказывали. Вот на 698 год видим, что шапки вполне себе восточноевропейские, суконные, мягкие, с меховой опушкой, кафтанчики по колено, с какими-то нашивками на груди, относительно узкие рукава без особенных обшлагов. Ну, на ногах, наверное, сапоги такие обтягивающие. Довольно высокие. Поэтому других изображений у нас нет. Можно предположить, что примерно так выглядели русские солдаты с началом Северной войны. Цвет мундира был разный. У противороженцев зеленый, у Семеновцев Васильковый, то бишь синий, были еще коричневые, темно-зеленые, светло-зеленые. То есть, вот так вот выглядели те солдаты, которые потерпели поражение под Нарвы, и те солдаты, которые брали Натыбург в 1702 году. А мы помним, да, тут видели картину Коцебу, где все ходят в треуголках, в немецких кафтанах – нет. Первые, как минимум, два года войны вся русская армия никаких треуголок и немецких кафтанов не носила. Ну, если надо особенно учесть количество представителей просто поместной конницы, которая там воевала, она же вообще никак не револиментировала свою одежду. Ну, в той мере, в которой мы об этом знаем, да, к сожалению. Встает вопрос об артефактах. И вот здесь вот несказанная удача, в Швеции их есть. Ну, собственно, благодаря Нарвскому поражению они взяли изрядное количество трофеев, а то есть, знамена. И не только под Нарвы, еще был большой разгром при Салатах в 1703 году, там вообще побрали очень много всего. Ну, причем не с боя, а в обозе взяли. Так вот, с Нарвского сражения шведам достался как минимум один кафтан, ну, судя по богатству и качеству выделки этой зеленой, украшенной шнурами по швам, с шелковой подкладкой, очевидно, офицерской, которой, можно считать, примерно так выглядели кафтаны всей русской армии. Ну, в зеленом, по-моему, он синий. Ну, это нюансы цветопередачи. Опять же, материалы выцветают за 300 лет имеют право, но в целом это зеленый цвет. И там же в Стокгольме, да, если я сказал, что это музей армии, Наврал – это шведская оружейная палата Ливрусткамарен. Там же хранится еще один кафтан, который одно время экспонировали как тоже Нарвский трофей, потом переатрибутировали как кафтан, относящийся к середине 17 века, но, тем не менее, по крой примерно тот же. Это восточноевропейский крой, там условно можно назвать польская мода, тоже с галунной нашивкой на груди. Шикарные разговоры. Да-да-да. И длина тоже ниже колена. Поэтому вот эти два кафтана, на мой взгляд, неплохо иллюстрируют верхний слой одежды, каким он мог быть в царской армии, пока она носила восточноевропейскую одежду. Но, как известно, Петр все-таки перешел на немецкое платье. Встает вопрос, когда же он это сделал. И мы знаем ответ на этот вопрос, потому что после взятия Натыбурга, которые переименовали в Шлиссельбург, гвардия с триумфом возвращалась в Москву. Для вступления в Москву Петр... Еще армия находилась на походе. Петр велел спешно заготовить и пошить определенное количество кафтанов французского платья. Шляпы, кафтаны, чулки. Ну, и все это в спешном порядке было заготовлено на преображенцев, на семеновцев и еще на один полк, который на параде иностранный очевидец видел в красных кафтанах. Даже не на полный комплект полка были пошиты эти новые вещи, но там, видимо, один батальон выступал в новомодном европейском платье. И поэтому можем считать, что переход русской армии на немецкое платье состоялся вот с конца 1972 года. Понятно, что гвардия переоделась первая, ну, а армия переодевалась, очевидно, заняла это какое-то время, но некоторое количество иностранных свидетелей утверждает, что в 704 году они наблюдали уже всю русскую армию, одетую по европейскому образцу, поэтому переходный период длился там с 3-4 года. Ну, и что ж, мы дошли до этого самого немецкого платья, и я предлагаю посмотреть на него с головы до ног. Поддерживаю. Да. На голове у нас, естественно, шляпа. Треуголкой ее тогда никто не называл. Почему? Ну, потому что необязательно ее было загибать на три угла. В 17 веке загибали одно поле, потом могли два поля загибать, но в результате решили где-то к концу, к 90-м годам 17 века стало понятно, что самое модное – это загибать шляпу на три угла. Да, просто, кто не понимает, вот эта треуголка – это просто обычная шляпа, у которой обычные поля, как у человеческой шляпы, которые просто сначала заложили одну сторону, потом вторую, потом ее вот таким пирожком на три. Да, при этом еще могли, особенно в ранние годы, не прижимали плотно поля к Туле. Они были такие загнутые. Один мой товарищ называл это как пожухлый лист, такие свернутые поля. Вот здесь из этой подборки из четырех шляп очень характерна шляпа Карла XII, в которой он принял смерть в Норвегии в 1718 году. Вот у нее поля как раз по моде начала XVIII века так вот отогнуты и неплотно прижаты к Туле. Это, естественно, шляпа из полтавского комплекта, которая, по легенде, была прострелена пулей. Шляпа тоже пережила, очевидно, реставрацию, поэтому сложно уверенно утверждать, что именно так она выглядела в день полтавского сражения, но, тем не менее, вещь мемориальная. Дальше шляпа, тоже принадлежащая Петру, хранившаяся в Германии, и утерянная там в годы войны, очевидно, разбомбленная. Ну и шляпа Петра II, в общем, тоже вполне себе характерная. Шляпа, значит, чего? Она из фетра. Это валеный... Клотное сукно. Нет, это не сукно, это валеный материал. Шерсть в смысле? Да, валеная шерсть, совершенно верно. Эти поля загибают, поэтому каких-то острых ломаных углов там не может быть по определению. Это всё такие довольно плавные обводы, и надо сказать, что очень немногие художники в силах повторить естественные обводы Петровских треуголок. Как правило, получаются какие-то коробкообразные конструкции, которые у Висковатого, в частности, в полный рост изображены. В шляпах ходила практически вся армия в 700-е годы, и пехота, и драгуны. Это был самый модный головной убор. Естественно, он не защищал особенно от ударов по голове. Зимой в нём тоже никак не согреешься. Ну, зато модно. Ну, а летом передний угол можно считать как козырёк. Защищает от солнца. Ну, и плюс, когда дождь идёт, вода струится красиво из этих трёх углов. Как эти шляпы стягивали, тоже отдельный вопрос. Опять же, у нас изображений нет, текстовых описаний нет. Есть замечательное письмо. Пётр был полковником Пробеженского полка. Да. И благодаря этому в его корреспонденции откладываются какие-то вещи, связанные с бундированием. Вот ему подполковник Марко фон Кирхен прислал солдата в новый, связанный подобному образцу шляпе. Пётр ему отвечает, дело было в шестом году, если мне память не изменяет, что шляпа хороша, зело, но почему-то она связана на четыре угла, а модно-то на три. Как выглядит четырёхугольная шляпа, я, честно, не могу сказать. Может быть, имелось в виду просто загонтая с двух сторон, там как бы тоже четыре угла можно насчитать, но вот... Да, тут непонятно. Другой тип головного убора, который носили... Митро. Гренадеры. Мы рассказывали о том, что были гренадерские роты, а потом сводно-гренадерские полки и пехотные, и драгунские. Вот гренадеры как отборные солдаты были украшены особыми шапками. И мода на эти шапки в Европе, ну и, соответственно, и в России тоже менялась. Поскольку, когда мы говорим о русском военном мундире, да, ну, собственно, вот начиная с перехода от венгерского к немецкому, дальше мы всё говорим о том, что русский военный мундир, он развивается в русле западноевропейской моды. И если мы чего-то не знаем конкретно о русском мундире, мы можем домыслить по аналогии с европейскими модными тенденциями. Так вот можно сказать, что в начале 700-х годов в моде были меховые гренадерские шапки. И мы знаем, в документах упоминаются гренадерские шапки Преображенского полка с меховой опушкой и с конным красным верхом. Какой формы был этот верх и каких размеров была эта меховая опушка и были ли ещё какие-то украшения, мы не знаем. Но в качестве примера я вот здесь показываю шведскую шапку условно начала 18-го века. Меховой лоб и околыш, и какой-то тканый верх таким старичком. Меховые шапки были популярны в 700-е годы. Потом стали популярны... Причём на полном серьёзе гренадеры беспокоились о том, модно это или нет. Ну и что, отборные же войска. Есть прямо письмо, по-моему, уже 700-й, 15-й год, гренадерский полк Вейда, в котором прямо написано, что вот прислали меховые шапки... А, это полк стоит сейчас за границей. В полк прислали меховые шапки, так это же позор, в этом же выйти на улицу невозможно. В однобор там нынче никто не воюет. Да, и поэтому отправляйте обратно. А вот сейчас, господа офицеры уже за свой счёт себе пошили модные шапки, а солдатам, пожалуйста, тоже пришлите модные. Так вот, модными были, как вот эта центральная красная шапка. Видишь, она уже полностью матерчатая. Ну, в данном случае она из бархата. Ну, естественно, нижние чины имели суконные шапки. Из бархата, да с золотым шитьём. Это на самом деле вещь уникальная. Хранится в Государственном Мемориальном музее Александра Васильевича Суворова. И это на самом деле та самая уникальная вещь, которая не принадлежит к царскому гардеробу. Это очевидная вещь, ну, офицерская по богатству, но явно не более поздняя, чем Петровское царство. Потом таких просто не носили. Мы находим подобные конструкции в двух сохранившихся шведских шапках времён Северной войны. И энное количество изображений гренадеров европейских за 700-е и 710-е годы тоже нам показывает вот такую конструкцию. Это высокий налобник, отворот пониже, задний отворот и такой замечательный колпачок в форме стручка. Так и называли шапка со стрюком. Есть основания полагать, что вот такие шапки стали распространены к концу 700-х годов и в 10-х годах ещё носились. Затем мода поменялась и стали более распространены такие высокие... Ну, их стали называть митры, поскольку они напоминали митры католических священников. Такая высокая шапка, украшенная налобником, отворотами цветного сукна. Конкретно этот образец, он относится уже к канинскому времени, но тем не менее, можем сказать, что петровские гренадерские шапки конца 10-х годов выглядели примерно так же. Я бы сказал, что у них ребра со швами были расположены чуть иначе, и, возможно, не было такого медного налобника, но тем не менее, это вот что-то похожее на петровскую митру. И, конечно, вот эта кожаная каска. Вот, кстати, к разговору о том, как мы представляем военный костюм ушедших эпох. Как думаешь, на что ссылались, делая вот такую кожаную каску. Хотели, чтобы было как у древних римлян. Ага. Пернолобник такой же был у древних римлян, я и не знал. Вот. Эта шапка, опять же, Суворовского музея относится к канинскому царствованию, но в гвардии, в двух гвардейских гренадерских ротах, прям женских, семеновских, такие шапки-каски кожаные появились в 712 году. Их закупили прямо в Англии. К ним полагались для солдат оловянные, для офицеров серебряные налобники и страусовые перья. Там все было очень красиво. А перья-то куда вставлялись? А перья вставлялись в трубочку вот здесь вот на затылке. Это кто не понимает, сзади такой козырек, это на затыльник на самом деле. Да. И вот такая красота украшала головы гвардейских гренадер практически в течение всего 18 века. То есть, мода менялась, но вот в память о Петровском царствовании такие кожаные каски сохранялись. То есть, это вот 4 типичных для русских гренадер Петровского царствования головных убора. Но мы говорили, что в шляпе зимой холодновато. Да. Ухи мерзнут. Да. И было подсмотрено, что у шведов популярен другой головной убор, который шведы называли корпус. В принципе, такая шапка была известна в Европе 17 века. У англичан ее называли монтеро. Якобы она привезена была из Испании. Ну и действительно, на гравюрах 17 века шапки подобного типа встречаются. Эта шапка не из фетра, а сшита из кусков сукна, как правило. Имеет козырек и мягкие отвороты, которые можно опускать и, соответственно, прикрывать от ветра и стужи щеки, шею и лицо. В гардеробе Петра Первого сохранилось порядка 10 подобных шапок. Большая часть именно в Эрмитаже. Есть в Петергофе еще. И это все шапки, которые называются картузы. Ну, то есть, сначала карпузы, а потом картузы. Вот, собственно, первые картузы русские были они такими. У них разные конструкции. И, исследовав вопрос, можно сказать, что это красная с развернутыми ушами. Вот примерно такой конструкции были картузы, которые выдавались в русской армии в 1710-х годах. К тому моменту армия в основном воевала либо в Европе, либо в Финляндии. Шляпы были, с одной стороны, дорогие, с другой стороны, нефункциональные. Ну, вот решили всем выдать картузы. Действительно, заметная часть пехотных и драгунских полков носила именно такие шапки. Надо же ему подчеркнуть, что это не фуражная шапка, да, то есть, какая-то шапка вне строя. Это в чистом виде строевой головной убор. Чуть менее модный, зато гораздо более практичный. Он хитрым образом застегивался, когда эти отвороты были подняты. Соответственно, когда их отворачивали, их здесь тоже можно было застегнуть. Это предмет отдельного небольшого реконструкторского исследования. Как вот все это сложить? Куда пришить пуговицы? Сколько материала на это отпустить? Вот именно такие шапки, они на самом деле много что напоминают. Вот Буденовка, например. Точно такие же отвороты, которые можно опустить, поднять. В чистом виде Буденовка. Они страшно напоминают нечто, появившееся в европейской кинографии в первой половине 15 века. Там таких шапок, вот точно таких. Уйма. Да, да, это, в общем, все пришло из Европы. Причем они есть так, очень интересно, они впадаются во Франции, такого рода изображения в первой половине 15 века. И примерно в то же время в Богемии. Причем в Богемии-то еще, я могу понять, там бывает холодно зимой. Во Франции-то что? Ну, во Франции тоже бывали холода. Ну, уж прям. Ну, правда, они там, даже когда еще был европейский климатический оптимум, страшно любили шубы из русских соболей носить. Я представляю, где-нибудь в Марселе летом, в июле. В шубе. В шубе из соболей. Красиво. Да, богат. Важная сноска, вот в правом нижнем углу две шапки, это не картузы. Одна это шапка-кораблик, другая шапка-колпак. Картузы это вот все, что кроме. Эти шапки, они были, несомненно, хороши зимой, но они были дороже в изготовлении, потому что на них нужно было много цветного сукна, которое нужно было сшивать руками. Шляпу-то ее что? Отформовал. Отформовал, и все. Во-первых, дорого, а во-вторых, летом все-таки жарковато, потому что это там стеганое такое сукно на подкладке. В 20-е, по-моему, уже в 19-м году было велено картузы больше в армию не отпускать и продолжить носить шляпы. Ну, и коль скоро мы говорим о голове обмундированной, нужно поговорить о прическах. Бороды Петр рубил. Надо сказать, что в целом вот эта вот реформа, связанная с внешним видом своих подданных, она не единовременно происходила. Ну, понятно, что в армии, ну, и в целом уже, да, при дворе ношение оборот было не очень принято к концу века 17-го. Но армия, очевидно, уже оборот не носила, ну, как минимум на виду у царя. Да, городское население начали как-то закручивать гайки по поводу ношения оборот в 705-м году, ну, что привело, в частности, к астраханскому стрелецкому восстанию. Поэтому там правительство довольно долго боролось с тем, чтобы вестернизировать русских городских обывателей, где-то к Екатерининскому правлению на это дело плюнули. Вообще не очень понял, да, понятно, с платьем ясно, потому что армия должна быть вооружена одинаково, желательно по-европейски, коль скоро не принимают европейскую линейную тактику. К бородам-то что прицепились, господи, вот что это такое? Ну, здесь такое соображение, что солдат, он должен отличаться от мужика, всем. Он должен выглядеть как дворянин, ну, быть одет как дворянин, да, и внешне тоже он должен быть стрижен, брит, чтобы максимально отдалиться от народа, ну, чтобы в случае чего мог участвовать в подавлении народных выступлений, ну, в частности, для этого. Но, в целом, да, солдат должен был отличаться от мужика. Если говорить о прическах, то, опять же, никаких установлений на этот счет нет. Единственное упоминание, которое мне встретилось, это один преображенский солдат дезертировал из полка и бежал где-то в Польшу. Его потом поймали и описали, что вот он постригся по польской моде. Ну, еще можно сделать вывод, что русские носили более длинные волосы, чем поляки, но насколько они были длинные, не знаю. И единственное, что можно утверждать, что рядовые солдаты никаких париков не носили, то есть, это были просто свои естественные относительно длинные волосы. Среди офицеров парики были распространены, ну, как минимум, среди немецких офицеров, европейских которых было заметное количество, ну, и русские офицеры, которые могли себе это позволить, наверняка парики тоже носили. Бороды, соответственно, брили, как минимум раз в неделю, если мне память не изменяет, по уставу должен был это делать ротный цирюльник. Усы, в принципе, указ касался и бород, и усов, но усы мы наблюдаем у самого царя, у его сподвижников, поэтому усы, очевидно, так или иначе были. Если мы посмотрим на какие-то изображения усатых мужчин военных того времени, там видно, что было модно их вот так вот зачесывать наверх, и здесь еще такой промежуток оставлять, выбривать, топорчились. Тебе бы пошло, наверное. Я такие носил давным-давно, лет в 19. Покажи. Но я потом фотографии предъявлю. Поэтому, если кто-то вдруг увидит человека в треуголке и в бороде, можете смело ему сказать, что что-то в его образе не так. Не носили бороды при немецком платье никаким образом. Галстук, который существует, и некоторые до сих пор носят галстуки. Бывает такое. Да. Вот галстук появился тоже при Петре. Галстуки были разные, встречаются галстуки, которые повязывались в виде такого шейного платка, иногда даже эти концы свободно не спадали, но, как правило, их все-таки... Ну, это типа шарфика что-то получили. Ну, что-то типа шарфика, да, но большая часть изображений галстуков – это условно такой ошейник, такая узкая лента, которая обхватывает шею и застегивается где-то на затылке. Рисунки Висковатова нам показывают такие бантики, как у кота Леопольда, очень узнаваемые, наряду с этими кармашками, зубчиками. Вот это все неправда, никаких галстуков с бантиками мы на иконографии не наблюдаем. Ну, и можно перейти уже непосредственно к мундиру самому, потому что мы разобрались с головными уборами и то, что под ними. А мундир – это самое примечательное, собственно, немецкое платье. Надо сказать, что это многослойная одежда. То, что вот мы здесь видим, это, опять же, довольно редкая удача. У нас есть раскрой солдатского мундира. Это французские гвардейцы, 721 год. Ну, можно, я думаю, спокойно предположить, что примерно так выглядел раскрой платья и шведского, и русского. Ну, там, с какими-то, может быть, нюансами. Мы здесь видим синий кафтан. Это верхний слой одежды, под которым носили красный, ну, в данном случае, красный камзол. Если мы посмотрим на современный мужской костюм, да, костюм-тройку, то пиджак – это синий кафтан, жилетка – красный камзол. Ну, и современные брюки – это вот эти вот короткие штанишки длиной по колено. Вот так вот все трансформировалось. То есть, это было, по сути, два слоя. У ситого нижнего исполнения. Это еще рубаха, да. Два слоя сукна. Понятно, что было жарковато. Тем не менее, камзол обязательно с рукавами. То есть, это был полноценный еще один слой одежды, в котором могли ходить и даже без кафтана. Поэтому стоит посмотреть на то, какие у нас кафтаны сохранились. Ну, естественно, в первую очередь, это полтавский кафтан Петра. Да, у него, видим, такие довольно еще просторные рукава, как раз мода 700-х годов, очень объемные рукава, неразрезные широкие красные обшлага, те самые карманные клапана с зубчиками. И куча складок на боку. Куча складок. Это покрой, который во Франции назывался жестокол. То есть, это одежда, которая выше пояса плотно облегает тело, зато подол ниже пояса расходится таким колоколом. И вот ровно ради этого кафтан кроится с таким огромным веером, который собирается в складке. И плессируется как-то каким-то образом. Плессируется, да. В офицерских кафтанах это еще подкладывалось разными для жесткости слоями разных материалов диковинных. В солдатских, естественно, все это было попроще. Но, тем не менее, вот эти складки налицо. Ты же упоминал, что в однобортном никто не воюет. Так вот, в однобортном и при Петре не сразу начали воевать. Здесь мы видим полтавский кафтан. У него один ряд пуговиц, нашитых до пояса. И есть у нас письмо самого царя, который вели... Прошу прощения, а вот эта пуговка, которая имеет место вверху плессировки, на боку, она для чего нужна? Это лифовая пуговица, так называемая. Она собирает на себя эти складки, во-первых. Во-вторых, на нее ложится поясная портупея. А, то есть, она функциональна, это не просто так пуговка. Да, можно сказать, что и функциональна. Поэтому, да, и письмо Петра с 58-го года говорит о том, что на Преображенский полк шить новые мундиры об одной пуговице. То есть, один ряд пуговиц по одному борту и пуговицы, собственно, до пояса. И это нам как раз дает основания считать, что при Полтаве гвардейские кафтаны были примерно такими. Вот следующий кафтан уже из 710-х годов, тоже однобортный. Обратим внимание, у Полтавского еще нет воротника. А вот тут уже отложной есть. Да, есть отложной воротник. У хранителей Петровского гардероба есть версия, что вот этот отложной воротник – это какая-то фишка исключительно русская. На французских кафтанах действительно такие воротники не наблюдаются. Но, с другой стороны, на шведских кафтанах они тоже были такие отложные воротники. Поэтому здесь вот. Но, тем не менее, эта вот мода менялась. В 700-е годы, условно, воротника, скорее всего, не было. В 10-е он появился. А до этого как раз носили двубортные кафтаны. Скорее всего, опять же, у нас довольно немного свидетельств. Ох, какие классные. Да. Двубортный кафтан – это тот, у которого пуговицы нашиты с обеих сторон по обоим бортам. Кто не поднял, это была цитата из фильма «Фан-Фан Тюльпан». Что в однобортном уже никто не воюет. Более того, это цитаты из фильма про оборону Мюнхгаузена. А, да. Про оборону Мюнхгаузена. Правильно. В «Фан-Фане» там тоже замечательные цитаты по поводу мундир. А, вот, эта вещь, черно-белая фотография как раз из гардероба Петра. По преданию, называется также сюртуком Лефорта. Потому, что есть изображение его в каком-то подобном одеянии. Это вот, видите, двубортные. Причем эти борта еще могут отворачиваться и застегиваться на свои собственные пуговицы. Вот как здесь показан бренденбургский гренадель. Мне вот так гораздо больше нравится. Такой покрой кафтана требовал большего количества пуговиц. Большего количества цветного сукна на эти самые отвороты. Красивые. Поэтому вот со временем отказались. Стали шить однобортные кафтаны без отворотов. Ну, и пуговиц туда шло несколько меньше. Какая-никакая экономия. В целом, конечно, нужно признать, что вся эта красота, все эти пуговицы, они в значительной степени играли роль декоративную. Без значительной части всех этих украшений можно было обойтись. Но мода. Ну, уж, наверное, карман-то можно было и на одну пуговицу спокойно стернуть. Зачем их там столько? Можно. Но на солдатских кафтанах по три пуговицы полагалось. Но вот, тем не менее, надо сказать, карманы – чрезвычайно удобная вещь. Ну, я вообще не знаю, как люди всю свою историю обходились без карманов вот буквально до 17 века. Потому что вот как можно, просто вот как можно ходить без карманов? Вот ты идешь, уж я носил 10-го, 11-го века реконструкции костюмов, 13-го, 14-го, 15-го. Ну, нет карманов, блин. И просто вот куда я все положу, что мне нужно с собой нести? А вот здесь... Ну, конечно, я понимаю, кошель есть, да? Ну, опять же, это же совсем не то. А тут у тебя камзол, в котором два кармана, и кафтан, в котором два кармана, и туда можно положить очень много всего. Не знаю, насколько они там действительно много чего носили, но конструкция одежды позволяла, что однобортных, что двубортных. Камзолы, которые были нижним слоем одежды, мы уже рассказывали о том, что вот на полотне каравака там видны грудейцы в красненьком, вот видно, что у них нету этих широких отворотов рукавов, обшлагов, и они, в принципе, покороче, чем... Они и поуже, и покороче. Да, потому что кафтан... У них этого колокола снизу не имеет места. Кафтан строго должен быть по колено. А здесь камзол, он чуть покороче, ну и вот здесь мы с друзьями-реконструкторами выступаем как раз в такой летней форме одежды, строго в камзолах, все камзолы с рукавами. Вот здесь наглядно два наших товарища, один, условно, в зимней форме одежды, в кафтане, и другой в летней, в камзоле, так гораздо наряднее и не так жарко. Те самые пресловутые карманные клапана, вот их много разных вариантов, но ни один из них не похож на то, что нарисовано у Висковатова. Ну, то есть, совсем никак. Да, да. У Висковатова там не сразу было не очень, когда я уже рассматривал все эти картинки, я уже был, так сказать, насмотренный кое-чем, они же там все по прямой отрезаны, эти самые обшлага, клапана карманные, прошу прощения, тогда, когда мы знаем, что даже просто мода элементарная, тогда предполагала трапециевидный клапан с неким таким треугольником в окончании. Ну, если же фестоном вырезан, но все равно они будут иметь стремление к треугольнику, в общем. Казалось мне это странно, но я думал, наверное, может быть, не знаю чего-то. Ну, вот мы до сих пор не знаем приметов, которые были бы похожи на то, что нарисовано у Висковатова, разобрались с плечевой одеждой, что у нас было на ногах. О, чулки. Да. Вязаные, шитые? Вязаные и шитые, иногда даже валеные. Да, мужчины тогда носили длинные чулки высотой выше колена. С 11 века они это делали, увлеченно. В 11 веке все перестали носить штаны и перешли на чулки. Штаны был признак того, что этот человек работает в поле, крестьянин, скорее всего. Да. Ну, вот здесь продолжали все за дворянами надевать солдат чулки. Чулки, опять же, по моему, того времени строго натягивались поверх штанов выше колена. Поэтому, если мы видим картинку из Висковатова, где чулки заправлены в штаны, это все неправда не похоже на модные веяния того времени. Чтобы чулки не спадали, вот эти самые ремешки, подвязки стягивали под коленом. А верхняя часть, как оформлялась, которая над коленом, просто болталась? За счет жесткости материала? Просто болталась, да. Мы видим изображение, где она натянута, где она спущена под собственным весом. Но в любом случае это что-то, что закрывает нижнюю часть штанов. Башмаки. Штаны, я так правильно понимаю, они колену должны были закрывать. Штаны, да, они закрывают коленную чашечку, но дальше не идут. Это то, что сегодня кюлотами бы назвали или бриджами. То есть, такие короткие штанишки довольно свободного кроя. То есть, там можно садиться на шпагат при умении. То есть, порвутся только связки, штаны не порвутся. И к этим чулкам полагались башмаки. Это все экспонаты из шведского музея армии. Благодаря тому, что их коллекция замечательно выложена вся в интернет. Вот такие тупоносые башмаки с симметричной подошвой. То есть, у них не было различия правой, левой ноги. И застегивающиеся на пряжке. В принципе, известны указания Петра о том, чтобы перестать выдавать в полки пряжки, а делать башмаки на завязках. Ну, то есть... Подешевле. Ботинки на шнурках. Опять же, с указанием, что в Европах пряжки уже не носят. Но, тем не менее, мы из Татарникова знаем, что и в десятые годы в полки продолжали поставлять башмаки с пряжками. Удобно же очень. Ну, кто его знает, но как минимум красиво. Во-первых, а, нарядно. Б, ну, натурально, удобно. С пряжкой-то это же в отличие от шнурка никогда не развяжется. Если у тебя только кожа не порвется. Ну, в самом деле. Да. Про эти башмаки мы сказали, что они не имели различия правой и левой. То есть, их теоретически можно было менять. Более того, есть документ 1764 года. Авторство Александра Васильевича нашего Суворова. Полковое учреждение. В котором он в главе об убранстве и чистоте описывает, как солдат должен содержать себя. Ну, понятно, что там уже форма чуть-чуть другая. Да. Но общие принципе те же самые. Солдату были положены башмаки. Точно такие же симметричные. Так вот, несколько секретов от Александра Васильевича. Башмаки нужно периодически менять. Поносил на левой ноге, потом поносил на правой ноге. Для чего? А для того, чтобы они снашивались равномерно. Вот хитрецы. А это вообще удобно? Потому, что мы-то как-то привыкли к тому, что ботинки у нас на разные ноги шьются. Это удобно, потому что верх этого башмака, он из относительно мягкой кожи. То есть, он, в принципе, повторяет форму. Понятно, если бы это была совсем такая жесткая колодка, естественно, это было бы неудобно. А он повторяет эту самую форму. Не формуется ли по ноге? Он же, по детдому делу, намокнет, высохнет, намокнет. Ну, а потом отформуется по твоей другой ноге. Если ее не отстрелят ядром. А если холодно, то в этот башмак можно напихать травы. Понятно, что в таких низких башмаках и в чулках зимой по сугробам плохо. Да и по грязи осенние и весенние. Тоже плохо. Это во вне Франции. Да и во Франции наверняка плохо. Камушки, потому что попадают. Поэтому в Европе придумали такую вещь, как штиблеты. Вот эти штиблеты, они не относятся к петровскому времени. В петровское время они были, как правило, белого цвета. Из полотна. Вот палатки старые пускалины. То есть, штиблеты – это такие чехлы, которые застегиваются на ряд пуговиц по внешней стороне. С козырьком, который закрывает, собственно, верх башмака. Снизу штрипка, чтобы все это дело не задиралось. Таким образом, у тебя в башмак грязь, песок, камни не попадают. Мы до сих пор так его употребляем. Обильнейшим образом. Незаменимая туристическая вещь, если ты не хочешь носить болотные сапоги. Ну, в силу того, что эти можно снять, а сапоги, если ты снимешь, то в чем ты останешься. Да-да-да, у нас у туристов это «Фонарики» называется. Да. Но надо сказать, что в русской армии эти штиблеты не сразу додумались. Судя по всему, когда армия была в Померании в 712 году, тогда начинаются такие массовые упоминания о том, что штиблеты делать. Видимо, как раз в Германии это и подглядели. До этого как-то обходились чулками-башмаками, либо сапогами. Потому, что у нас при старом русском костюме сапоги носили. Значит, дорого. Для кавалериста хорошо сапог, а для пехотинцев на всех не напасешься. Ну, как-то раньше напасались. Так меньше было народу. Тем не менее, и при Петре, да, для красоты башмаки с чулками, но сапоги для похода, для непогоды все равно полагались. И старались их выдавать наряду с башмаками. Понятно, что были какие-то перебои со снабжением, но тем не менее. Сапоги пехотинцам полагались. Да, это очень непривычный для нас образ. Нам кажется, что Петровский солдат, это треуголка, кафтан и чулки с башмаками. Нет, это могли быть и сапоги. Мы, к сожалению, о них не очень много знаем. Вот в правом углу как раз сапог атрибутирован как сапог солдатский, сапог офицерский из Тверского музея быта. Других аналогов, к сожалению, неизвестны. Изображения такие довольно расплывчатые. Но зато про кавалерийские сапоги мы знаем все. Это немецкие такие ботфорты. Это, собственно, кавалерийские сапоги жесткие, с каблуками, с клапанами и шпорами, с такими мощными наколенниками. Собственно, почему? Потому что кавалерийские сапоги, они же маневрируют в плотном строю и бьются друг об друга этими коленями, колени нужно защищать. Так они в первую очередь, это самое главное, бьются друг об друга с тременами железными. И с тременами. Потому что я помню, мне однажды еще сапоги не сломали на конюшне таким образом, когда мы изображали из себя рыцарские плотные кон-руа. Мы там это построились, как говорят по-французски, бот-а-бот, сапог к сапогу. Ну и поскакали. Ну так как лошади, они же все не одинаковые, они несколько разного роста, да и люди несколько разного роста. Вот мне прям в плюсну, как дал товарищ, ну просто в силу того, что он едет, лошадь немножко повернулась, и мне прям уголком стремени, ну а я был в обычных, в кедрах, условно говоря, было очень неприятно. Тут-то я все и понял. Да, поэтому вот кавалерийские сапоги должны быть мощные. Кроме того, мощное голенище – это для того, чтобы, ко всему прочему, не натирало внутреннюю часть путлящим от стремени, а при струге, прошу прощения, от стремени, или путлящим от подпруги. Соответственно говоря, кавалерийский долго сидит в седле, все внутренние поверхности должны быть удовлетворительно защищены. Кроме того, эта штука, она и пулю остановит. Очень толстая, мощная кожа, она на дистанции, пулю науловит. Более того, в такие сапоги еще вкладки такие фальшвады влагались, чтобы была какая-то амортизация. Но при этом, видимо, сапоги были не только вот такие вот ведра кожаные, вот опять же из шведской коллекции есть такие, они очевидно кавалерийские, не знаю, может драгунские, но гораздо более такие стройные и с мягкими голенищами, очевидно, такие тоже имели место. Но они, может, не вполне военные? Нет, это однозначно военные. Ну, может, офицерские какие-нибудь там для выезда? Может быть, может быть, но во всяком случае, сапоги Петровской армии носили не только кавалеристы, но и пехотинцы. Вот, но нужно было чем-то укрываться от дождя. Шинелей тогда еще, к сожалению, не придумали. Плач-палатки зато в споре придумали. Ну, да. Это не называли, конечно, плач-палатками. Тогда это называлось японча, старое русское слово. Собственно, япончи были и в 17 веке, и раньше. Но здесь это была уже такая японча европеизированная, с таким большим отложным воротником, толку которого, прямо скажем, не очень много. То есть, он, конечно, это дополнительный слой сукна на плечи, чтобы плечи меньше намокали. Но капюшона никакого, этим воротником особо не закроешься, если только не будешь держать двумя руками. А, ну и застежка, только вот такие пряжки, их находят в количестве. Да, они известны очень хорошо. Единственная пряжка у тебя на шее. Давит? Нет, не давит, но просто если хочется спрятаться от ветра пронизывающего, то нужно всегда держать руками. Не очень удобно. Тем не менее, япончи были такие. Вот эта вот замечательная датская аквалийская японча, разложенная подкладкой наружу. Видно, что... Три четверти солнца получается. Да-да-да, и подкладка вот идет чисто по бортам и по плечам. То есть, это был вот уставной предмет от непогоды, когда их выдавали вообще. Потому что меня очень впечатлило, что Семеновскому полку, это полк гвардии, они начали просить себе новые япончи летом 708 года, а в общем, к марту 9 года они их еще не получили. То есть, понятно, да? Неторопливо. Да. Вот. В другом месте генерал Вейды жаловался, что его солдатам выдали новую форму, новые кафтаны, но и япончи не прислали, поэтому их кафтаны гниют раньше срока, потому что нечем укрыться от дождя, и новое обмандирование пропадает. Поэтому вот этот всяк красивый образ такого полностью экипированного петровского солдата, где все с иголочки, все такое модное, красивое по-европейски, это понятно, что такой идеализированный образ. Явно, что в реальности все это выглядело чуть более потерто и обшарпано, и часто каких-то предметов не доставало. Например, в тех же документах полковых канцелярий указывается, что в таком-то году поступили кафтаны, в следующем году поступили шляпы, а еще там через несколько лет поступили бушмаки. Возникает вопрос, а до этого они в чем ходили? Ну, это, да, такой образцовый вид, реконструированный в нашем клубе мушкетера петровского времени. Возникает вопрос, если полку не выдали бушмаки, в чем солдаты будут ходить? В чем-то, что они сшили за свои деньги? Украли, отняли. Да, и скорее всего это сапоги, возможно, еще по старой русской моде. Если бы выдали кафтаны, но шляпы не выдали, скорее всего они продолжают носить свои старые русские шапки. То есть, есть подозрение, что в реальности часто имело место такое сочетание восточного и западного костюма в комбинациях, которые нам даже сложно себе представить. Но вот замечательная гравюра, это шведский художник, который изображал русские типы, это уже Елизаветинское царственное, 750-е годы. Это вот солдат в зимней одежде, русский солдат. Вот мы видим, что это действительно в три уголки форменные, с какими-то кистями, как было на тот момент положено. У него портупея со шпагой, но одет он в какой-то тулуп меховой. На ногах у него сапоги, высоченные выше колена, причем мягкие. И на рукавах варежки. То есть, немецкое платье, конечно, модное и по уставу, но вот... В овчинном тулупчике оно как-то комфортнее. Поэтому нам остается только домысливать, как все это выглядело на самом деле. На этом я предлагаю закончить про мундир. Благо мы уже наговорили, ого-го, сколько. Да, да. Не наговорили мы пока только про разные протупеи и прочие, но это к оружию относится больше. Это да. И в следующий раз я предлагаю как раз рассказать про оружие и снаряжение. Там тоже много чего интересного. У меня прямо аж новая извилина отросла, не знаю, как у вас. Надо бы, чтобы тоже отросла. Значит так, ссылки на литературу мы приложим. Борис, спасибо. Клин, спасибо. В следующий раз поговорим про вооружение. Субтитры создавал DimaTorzok